Всем привет, дорогие друзья! С вами Крипер2004, по многочисленным просьбам записываю продолжение моего видео про топ-10 самых дебильных имён, в котором я разберу уже конкретно женские имена. Напоминаю, что наш топ состоит из 10 позиций, в котором 10 место — это ещё что-то более-менее вменяемое, а первое же самое ужасное и противное имя, которое себе только можно представить. Всем приятного просмотра! Ребята, не забываем переходить на форум LoLsteamNet, там есть уникальная по своей сути информация, которую вы не найдёте больше нигде. То есть всякие советы, фишки и лайфхаки, которые публикуют реальные люди. Также есть офф-топик, где вы сможете обсудить все свои насущные проблемы. В общем, очень много всего интересного. Ещё у них есть маркет, там самые дешёвые цены на игры. Например, Prime Accounts CSGO можно найти за 60 рублей. Ребята, ссылка в описании, переходите, вас от этого сайта потом будет за уши не оттянуть, серьёзно говорю. Всё, приступаем к ролику. Открывает наш список имя Лариса. Лариса звучит как крыса, такое же противное, мерзкое и гадкое слово. Лариска-крыска, как клеймо. Зачем так называть своих детей, никто этого не знает. Но тем не менее, находятся люди, которые дают такое имя своим детям. Чисто именно поржать, с таким ходить, конечно, это себя не уважать. Лариса просто ужас, заслуженно 10 место. Идём далее. Девятое место в списке самых дебильных женских имён занимает имя Галя. Вот именно вот не Галина, а Галя, сокращённое. Это имя ассоциируется с деревней, огородом, уборками подъездов. В общем, ни с чем хорошим точно. Вот все Гали, которых я знал при жизни, это были либо какие-то доярки, либо уборщицы, либо поварихи. Бабка-кухарка Галя. Говоришь это, и в голове определённый образ вырисовывается такой женщиной. Просто ужасное имя, действительно, звучит мерзко, гадостно. Кому приходит в голову его давать своим детям, я не понимаю. Это просто кошмар. Восьмое место занимает имя Светлана. Светланами в тюрьме клеймят гомосексуалистов, а некоторые особо умные люди называют зачем-то так своих детей при их рождении. Кроме того, по тюремному жаргону слово Светлана означает «параша». То есть понимаете, насколько нужно ненавидеть своего ребёнка, чтобы дать ему имя «параша». Не знаю, как по мне, у людей, которые так называют своих детей, нужно отбирать родительские права за издевательство и оскорбление. Седьмое место. Имя Жанна. На этом месте мы уже переступаем черту адекватности и переходим к самым мерзким и противным именам. Жанна это уже просто пиздец лютый. Жанна. Жанна. Жаба. Жанна. Какая-то болотная тварь. Ведьма. Просто послушайте, как звучит. Жанна. 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 Фу, какая гадость. Жанна определенно одной из самых мерзких по звучанию имён в этом списке. Но есть, конечно, варианты ещё хуже. Шестое место. Анжелика. Аджика, блять. Ну, Анжелика это уже, конечно, совсем адский кошмар. Или Анжелика. Ударение другое, но суть не меняется. Что Анжелика, что Анжелика одинаково блевотно звучит. Лично у меня имя Анжелика ассоциируется с такой гигантской бабищей под 100 килограмм веса. Такой жирный шкаф, злая агрессивная подошва, широченная рама и на спине надпись «Анжелика». Анжелика. Имя Анжелика это, конечно, полный ужас, но тем не менее мы переходим к пятому месту. Почётное пятое место занимает имя Анастасия или же Настя. Имя Настя родители дают своим незапланированным детям, нормальные имена, которым придумывать впадлу. Поэтому они берут первое, что приходит в голову. Это как назвать собаку Бобиком или кошку Муркой, ну а девочку, соответственно, Настей. Типа вот тебе какое-то там имя, на, и всё, бери, забирай, съёбывай, блять, только не мешай. Четвёртое место в списке самых дебильных женских имён занимает имя Альбина. Альбина! Просто послушайте, как звучит Альбина, Альбина, как Ангина. Это имя звучит как Ангина, как болезнь. Это имя болезни, его нужно убирать, реально лечить как-то, я не знаю, а Альбина, он просто кошмар. Ну реально, что в голове у родителей, которые дают своим детям такое имя Альбина? Ну это просто ужас, послушайте, Альбина, Альбина. Как можно своего любимого ребёночка обозвать таким словом Альбина? У меня просто это в уме не укладывается. Соответственно, женщины с именем Альбина вырастают сомнительными личностями и идут работать сами знаете кем. Ну как корабль назовёшь, так он и поплывёт. У Альбин нет выбора, их так назвали. А открывает тройку лидеров в своей дебильности имя Лилия, а точнее Лиля. К полной форме этого имени Лилия нет никаких вопросов. Прекрасное и красивое имя, но Лиля это просто пиздец. Лилией можно назвать маленькую ручную обезьянку или домашнюю крысу, но никак не человека. Не знаю как у вас, у меня лично имя Лилия ассоциируется с чем-то таким мелким, мерзким и писклявым. Хочется подойти просто и раздавить. Ну точно обезьянка, обезьянка Лилька, такая мелкая противная малявка. Вот только зачем людей называют этим обезьяним именем, этого мне не понять. Видимо опять же по приколу. Второе место в списке самых дебильных женских имён занимает имя Татьяна. Нормального человека именем Татьяна не назовут, это из той же серии, что и Галя, только в 10 раз хуже. Ну то есть тоже колхозное имя. Кто такие Татьяны? Это уборщицы, ткачихи, тётки такие, ну которые в париклиниках всякие бумажки подписывают. Вот вы знаете хоть одного человека с именем Татьяна, который был бы вменяемым? Я лично нет. Нет. Первое, что приходит на ум, когда слышишь имя Татьяна, это такая старая, сварливая, вечно всем недовольная бабка. Знаете такие в автобусах, типа, эээ, уступи место, лид, не видишь Татьяны идёт, Татьяна, ну ужас они имя. Как можно давать такое бабское противное имя новорожденному ребёнку, этого мне не понять. Нужно лишать родительских прав. Перед оглашением победителя сегодняшнего топа предлагаю вам самим его угадать. У вас есть три секунды на то, чтобы определить самое тупорылое и дебильное женское имя. Поехали. Три, два, один. Владислава. Это имя является женской формой имени Владислав. По-славянски Владислава означает обладательница славы. Конечно, когда вы открывали этот ролик, я думаю, вы и так понимали, кто окажется на первом месте. Конечно же, это имя Владислава. Мало того, что есть дебильное имя Влад, так к нему ещё и добавили женскую версию. Странно, почему ещё не придумали какую-нибудь Глебу. То есть, как это так? Влада есть, а Глеба нет. Нужно это исправлять дело. Влада это просто полный кошмар. Всё самое плохое, что собрало в себе имя Влад, относится и к имени Влада. Прикиньте, женщина, которую зовут Влад. Это просто пиздец. Соответственно, первое место заслуженно занимает имя Владислава. Теперь, с сегодняшнего дня, это официально самое дебильное женское имя на земле. Друзья, пишите, какое имя, по вашему мнению, является самым дебильным. Только женское, не надо писать Влад или Глеб. Пишите аргументированно, почему вы выбрали то или иное имя. Я всё прочитаю. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, потому что скоро выйдет много крутых роликов. Также заходите в наш пабли ВКонтакте. Подписывайтесь на Инстаграм и на второй канал. Все ссылки есть в описании. Всё, всем спасибо за внимание. Всем пока, всем до новых встреч.